В этом фильме мы вновь с вами побываем на Ладожском озере. Уникальные красоты этих мест никого не оставляют равнодушным. Грибной сезон в прошлом году выдался на славу. Как же легко можно остаться без глаз, когда небрежно садишься в байдарку. Дальше походу я приплыл. Спустя два дня после прошлого сплава я вновь вернулся в эти места. И вновь на три дня стапель в самом городе на набережную. Надо было как можно скорее пересечь залив, поскольку начинался сильный ветер. Ну вот, решила сделать первую остановку на пути следования. Вот, ветер сегодня обещан 7 метров в секунду. Не очень приятный, но благо он мне будет в спину идти. И пойду я сейчас туда, вдоль берега. Ну что, я вынужден сделать остановку, поскольку волнения становится больше. Вот, а мне сейчас, на данный момент, надо будет пройти самый опасный участок. Ветер все усиливался. Решаю сходить на гору, посмотреть, стоит мне идти сегодня куда-либо или остаться здесь ночевать. Тем не менее, принимаю решение идти в сторону Микли. И там Шхера скрыться от ветра. Ну что ж, ребят, самый сложный участок я прошел. Теперь я зашел в сами Шхеры, где ветра такого сильного не будет. То есть, вот, что мы видим. Практически спокойная вода. Вот, а вышел я на остановочку. Здесь, судя по всему, раньше какой-то хутор был. Скорее всего, сейчас мы посмотрим, там вроде бы фундамент, видим. Вот лесенка даже, под ней поднимемся. Скорее всего, тут переправа была с одного берега на другой. Когда здесь финны жили, некогда. А, вот сейчас поднимемся, посмотрим. Так, какое-то строение. Камень такой интересный, а-ля судилищный. Поставлю его специально. Давным-давно, кем-то. Теперь здесь муравьи живут. Интересная форма. Пачку надо выкинуть из мусора. Потом в костричу отнесу. Интересный какой камень. С таким видом. Еще лесенка. Какой-то фундамент старый. Наверняка это старый финский хутор. Вот сирень растет. Вот здесь вот интересная такая петля для швартовки. Ладно. Нам надо идти дальше. На стояночку. Еще идти прилично. Стать в таком месте, чтобы бухта была, чтобы ветра не было. Все было идеально, как всегда. Остановился я на обед. Время 4 часа. Казалось бы, в самые укромные шишки ушел. Но все равно очень сильный ветер даже здесь. Пообедал. Небольшую сушку произвожу. Все-таки 6 часа я пока еще не могу найти стоянку. Вот иду. Здесь уже открытая Ладога. Вон там уже Пуцари. Скорее всего, туда даже завтра схожу, хотя не планировал этого. Вот сейчас посмотрю, здесь место для стоянки. Ну, это не стоянка, но, возможно, мне хватит места, чтобы поставить палатку. Здесь не слишком ветрено. Давайте сходим на эту горку, посмотрим, что там. Еще одна вылазка. Я сейчас пришел в бухту. Вон там, кстати, очень далеко идет байдарочка. Ну, ладно. Заметил я ельник. Вот. И потом вспомнил, что очень крутые фотки получаются в ельнике. Со светосильным объективом. Я посмотрю, может, стану даже здесь. Вроде как ветра нет. Опа. А здесь даже нифига себе. Столько дров-то, а? А, вон, стоянка, видимо, дальше будет у нас. Обалдеть! Вот это дров. Причем стояли здесь давно. Осыпавшиеся иголки. Очень много дров. Ну, приятно, что мусора никакого нет. О, бобер, однако. И красный гриб. Подосиновик, я тебя сегодня съем. На ужин. На обратном пути надо взять. Так, ну, здесь что-то мне не нравится. Что-то ветрено. Ветер как раз задувает сюда. Ну, а я сейчас сделаю следующее. Я дойду в ту бухту. Потом по той стороне. Вот. И, ну, возможно, стану здесь. Возможно, пойду дальше. Время позволяет. Во всяком случае, есть достаточно много стоянок. Ну, и много, несколько, которые я приметил. На которых я могу встать. Кстати, ну, относительно недавно погрызло. То есть, однозначно это этот год. И вот дрова. Офигеть! Что здесь собирались сделать-то? Может, здесь избушка какая-нибудь есть? Она мне, в принципе, нафиг не надо. Ну, хотя бы знать. Может, зимой сюда зайду. И вон дрова. Слушайте, мне кажется, здесь просто территорию кто-то убрал аккуратненько. Пока жил. Все дрова положили в кучу. И все. Потому что стоянка здесь, ну, с воды ее вообще плохо видно. Никакая. Потому что в лесу очень чисто прибрано. Нету ни веток, ничего. Вот какие люди бывают, ребят, представляете? То есть, реально. Человек. Вон та вот куча. Вот. Это он собрал вот кругом. Все убрав, ветки и так далее. Обалдеть. Такой первый раз встречаюсь здесь. Да, ветер мне совсем не нравится такой. Здесь хоть и классно, но, пожалуй, перемещусь я вот на тот берег. Там подветренная сторона. Ветра нету. Там будет комфортнее. А вот как это место выглядит. Смотри. Бобровая охватка. Впервые, кстати, встречаю на Ладоге. Вот за ней сразу вот эта стоянка, где куча дров попили. Такое ощущение, что это бобра заготовил. Ну, потому что реально тропы там нету практически. Вот. И бобровая охватка свежая. Вот на этом острове. Решил зайти в бухту около стоянки, где планирую ночевать. На предмет того, стоит отловить или не стоит хищника. Ну, я думаю, не стоит. Глубина здесь вот буквально, не знаю, меньше метра точно. Конечно, всякое может быть, но не люблю я такую ловлю. Вот она совсем небольшая, но это лучше то, что есть около стоянки. А рыбы нет даже мелочи здесь. Сейчас загляну, что за стоянка здесь. Причем даже там стол есть, скамеечки. Думаю, там ветрено будет. Открытое пространство. И напротив он там тоже есть. В лесочке стоянка. Ну что, давайте сходим. Дошел до этой стоянки, но 99% я здесь не останусь. Потому что ветер падла. А к вечеру и ночи он не стихнет. Завтра будет такой же. Хотя здесь достаточно уютно и хорошо. Большая чистая стоянка. Вон люди даже удочки оставили. Целых две. С вот таким вот поплавком. А, это кружок. Офигеть. Удочки. Ну, радует, что везде чистота. Свиней нету. Далеко сюда доходить. Банька. Хорошо, уютно, но ветрено. Время мне позволяет еще сходить. Куда-нибудь поискать стояночку получше. Чтобы было без ветра. Да. Слушайте, ну вот чистота и порядок просто. Даже дрова есть. Я думаю, байдарошники, которых я встретил, здесь стояли. А нифига они здесь не стояли, потому что здесь вот дровички убраны. Блин, я бы с удовольствием здесь постоял бы, конечно, но не сегодня. Потому что ветер. Потому что ветер. Здесь красота. Кстати, примесил тут одно место. Интересно еще. Сразу было видно, что здесь было очень много мусора. Очень много банок. Вот. И, собственно, табличка об этом. Что на этом месте была устроена мега-помойка. Ценой неслабых усилий. Помойка нейтрализована. Собрано более 100 кг жести из стекла. Мусор тщательно упакован в мешки. 30 кг уже вывезли. Стоянка зачищена. Если у вас есть возможность, сделайте хорошее дело. Вывезите мусор с Ладоги до ближайшей городской помойки. Берегите это прекрасное место. Пусть Ладога останется прекрасной. Так что, ребзя, не мусорим. Все с собой увозим. Оно действительно прекрасное место. Ну что ж. Надо чуть-чуть дальше отъехать. Если ничего не будет, то здесь останусь. Схожу в грибы. Может, повезет что-то найти даже. А вот как это место выглядит с воды. Небо проясняется. Это хорошо. Отношу. К сожалению, здесь стоянка одна занята. Есть стоянка вон там, на песчаном пляже. Может, оттуда дойти. Кстати, а на юге Ладоги идет дождь наверняка. Вон там вот все синий. Но у нас без дождей это отлично. А вот здесь спиннинг я бы, конечно, с удовольствием покидал бы. Вот если на пляже встать, здесь можно ужин поймать. Вполне возможно, место хорошее. Подплываю я к стоянке. Вот такая тут красота кругом. Вон там песчаный берег. Не люблю я стоять на песчаном берегу, но зато здесь нет ветра. Наконец нашел я себе отличную стоянку. Напротив острова Калто. Песчаный пляж. Красота. Нет ветра абсолютно. Все как надо. Кострище воды, как я люблю. Есть даже на чем сидеть. Тишина. Ну, шикарный вид просто, согласитесь. Ребята, напишите в комментах, какая бы стоянка лучше на ваш взгляд. Вот эта вот? Или вот прошлая, на которой я только что был. Где много дров, чистота и порядок. Но есть ветер. А здесь ветра нет. Песчаный пляж. И вот такая красота. Честно говоря, я в раздумьях. В раздумьях. Здесь, конечно, наверное, все-таки останусь здесь. Потому что здесь красиво, нет ветра. А дров я найду. Это не проблема, я думаю. Кстати, вот эта пила Fiskos SV75. Это самая крутая ножовка. Поэтому советую. Берите, не пожалеете. Неудобная. Самое главное, пилит. Лучше всех. И весит 220 грамм, если не ошибаюсь. Плюс-минус. Удобно носить. Застежка такая есть. Прицепил, пошел. Пилит просто моментом. Такое дерево буквально, сами видели, несколько секунд и готово. А вот мертвая береза. Она мне очень пригодится на данный момент. Поскольку я немножко позаимствую у нее бересты для розжига костра. Ее даже резать не надо. Мне достаточно будет совсем немного, чтобы разжечь костер. Поскольку сухо. Не было дождей. Судя по всему, давно. Так, костер пускай начинает гореть. Я пойду за грибами пока что. Кстати, я не один на острове тут. Вот, лосик ходит тоже. Лосик. Еще он достаточно большой. Пошел и грибочек собрать. А тут лосик ходит. Где-то. Ну и пускай ходит. У каждого свои дела и проблемы. У нас проблема найти гриб. На данный момент. Что ж, грибы я нашел. Муховиков много. Хоть такие, но и на том спасибо. Вон еще, еще, еще. И опять же, тот же лосик. Он тоже любит здесь что-то кушать. На ужин, разумеется, у меня была картошка с грибами. Ну что, пора ужинать, ребят. Литр грибного супа. Один подосиновик и пять сыроежек. Одна картошка и один суп харчо. Все вместе. Огонь. Просто огонь. Нет, хорошо, что все-таки здесь остановился, потому что ветер достаточно сильный. Парил у него. Вот только что буквально затихло. Сейчас опять будет. Так что респект этой стоянке, что приютил меня. Ужинаю я достаточно поздно. Сейчас уже десятый час. На рыбалку уже не поеду, хотя место здесь хорошее. С утра, наверное, на сплаву. Хочется ухи поесть. А к вечеру, конечно, похолодало. Если бы я там бы остался, там я бы, конечно, охренел бы. У костра так не посидел бы. А сейчас поужинаю, сделаю нормальный костер. Сейчас он еле горит. Он пока не нужен мне абсолютно. И, кстати, небо здесь проясняется. А на горизонте, сами видите, все синий. Возможно, идет дождь на юге Ладоги. Возможно, нет. Главное, что у нас сухо. А лось ходит. Ну, я, конечно, не слышал, но вот ходил за травами, ходил в грибы. Раз и три, наверное, в разные стороны, но везде просто. Один и тот же, судя по говну. Вообще, неприятная ситуация. Я несколько раз попадал. Вот когда спишь, но еще в палатке, ты слышишь просто по лесу кто-то ломит, но не бежит. Ты слышишь, как что-то массивное идет. И помню на одном из плавей при реке Еминка Псковской области вот, я остановился на ночлег и слышал, кто-то ночью ломит. Я достал шокер, сразу нажатие, сам тоже там заорал. Вот. Слышу еще больше, кусты поломили, короче. Вот. Заснуть не смог. В принципе, уже и светало. Вот. Вот, как я свело, пошел, посмотрел следы. Буквально метров 15-20 от палатки пришло три лося. Семейство лосей, видимо, на водопой к реке, а на их пути, собственно, попалась моя палатка. Ну, как попалась? На одной тропе, в принципе, была поставлена просто, и все. Поэтому вовремя, конечно, проснулся и шуганул их. Потому что, представьте себе, вот ты спишь в палатке, да, и вдруг они не побегут не в ту сторону. То есть, через твою палатку. Это, конечно, самая жопа. Потому что здесь все. Это из области фантастики, но, тем не менее, вероятность такая в теории может возникнуть. Не хотелось бы, конечно. Здесь я поставил палатку воды, зная о том, что ветер завтра будет северный. Вот. А так, конечно, если не знаешь, какой ветер, здесь лучше вот так вот не стоять. Потому что, если ветер будет сладкий, здесь будет не очень комфортно, так скажем. Вот. Поэтому, когда, допустим, в длительном путешествии находишься, да, здесь не знаешь, как прогнулась погода, потому что интернета здесь нет. В идеале, конечно, лагерем становиться так, чтобы ты вообще был в закутке, подальше от вот такой вот открытой воды, соответственно. Ну и поскольку вечером и ночью делать было особо нечего, я снимал окружающую действительность. А тем временем наступило утро нового дня. План на день таков. Пройти новым маршрутом по Ладоге, где я еще не был. На Пуцаре я решил не идти, потому что у меня было мало времени на обратный путь. Ну, для начала делаю костер. Сейчас буду готовить завтрак на костре. Брова сухие, хотя утром шел дождик, ну и ветер высушил солнышко. Надо в кашу добавить красоты. Черничка есть на островах везде. Так будет вкуснее и полезнее. Брусника, к сожалению, еще не созрела полностью. А сегодня 11 августа. Рановато, конечно. Пройти мне предстоит до острова Хепа-Солон-Саари. Хорошо, когда у открытой Ладоги нет сильного ветра и больших волн. И несмотря на август месяц присутствует довольно-таки малое количество людей. Всем добрый день. Решил я сделать остановочку на обед. Вот, в достаточно тихом месте. Закрыт я полностью здесь от ветра, потому что переход я делал достаточно большой по ветру. Вот, не знаю, на ночлег буду оставаться здесь или нет. Дрова есть, закрыт от ветра, но хочется рыбалки. О! Рыбалки пока нет, но есть грибалка. А он еще торчит красненький. Вот он. А он еще так. Похоже, я сейчас буду есть грибы. Опять. Грибы. Давайте сюда сходим куда-нибудь, посмотрим. Здесь нифига. Ну, это радует, что прямо на стоянке растут грибы. Людей, значит, здесь не было. А вот еще ребятки стоят. Какие два красавца. Вот еще стоит красненький. В принципе, мне уже хватит на жареху, я думаю. Ну, еще парочку. И вообще отлично было бы. Вот еще красавцы. Ну, что ж, пожалуй, хватит. Надо жарить картошечку с лучком. Такая здесь красота. Да с грибочками. Несмотря на то, что было только середина дня, я решаю остановиться на этой стоянке. очень уютное место, где отсутствует ветер, есть грибы. А это остров Ваяк Сансаари. Мой же остров Хепа Салансаари вытянут с северо-запада на юго-восток. Длина его составляет почти 6 километров, а ширина всего 2. На возвышении острова стоит памятный крест. И еще красавчики. Ой, сколько здесь красных? Очень много. Итак, что у нас есть? Вот это вот я нашел прямо около стоянки все. Ну, за исключением картошки, которую и Лука вез с собой. Вот, одни красные, один белый, и три лисички даже. Вот. Так что, сейчас будем делать красоту. она, в принципе, и так есть кругом. Так, начинаем готовку обеда нашего. Грибочки жарятся. Сейчас надо будет почистить картошечку с лучком. Ну, вот, 10 минут и грибы готовы. В этих меньше воды было гораздо. Грибочки готовы. Сейчас обжарю картошечку с лучком. Все вместе перемешаю и очень знатно отобедаю. чего и вам желаю. Если вы обедаете, конечно. Все, картошечка готова, лучок готов. Сейчас мы это помоем и жарить. Картофан жарится. Сейчас добавим лука, грибочков. Все перемешаем и будем очень вкусно обедать. А вот и кульминация. Грибочки готовы, картошечка готова и обед начинается. Ну что, пора обедать. Вот так вот. Не могу ничего сказать, потому что безумно вкусно. у тебя обед уже поздний. Пришел я сюда время двух часов. Пока костер, пока грибы, пока их чистка, жарко. Сейчас уже пять. Пять часов. Сейчас покушаю, попью чайку. Вот. И хожу по острову, полетаю на коптере. Благо ветер стал потише. Вот. И надо щуку сегодня поймать обязательно. Хочу ухи и хочу одну запечь рябину. Благо здесь недалеко, где-то полкилометра плыть. Там, где в теории поймать можно потому, что здесь одни камни без вариантов абсолютно. Вот. Ну и по острову похожу, погуляю. Посмотрим. Может и ну, если щуку поймаю, грибного супа не будет. Но если щуку не поймаю, будет опять грибной суп. Да. На карте я заметил большое внутреннее озеро, расположенное в Шхерах и решил туда сходить. благо свободного времени у меня было очень много. Ветер наконец-то стих. Практически. Сейчас едем на рыбалку. По идее место шикарное для щуки. Сейчас будем пробовать. Народу здесь немного бывает. Сейчас только в ту протоку попробую заплыть. Поскольку там она соединяется с озером. Хоть мне сказали, что там рыбы нет, но я не верю в это. Я думаю, там все будет заросше. Но любопытство-то надо свое удовлетворить. поэтому я схожу туда насколько будет это возможно на веслах. Может потом дальше пешочком пройдусь даже. Ну походу я приплыл. Поскольку начались завалы. Пилу я не взял естественно. Вот чья-то лежечка. Лось наверное лежал. Может не лось. Оп! Эту я отплыву препятствию это. Сейчас дальше посмотрим что там. Это бобры. Ну и все. Дальше походу я приплыл. Дальше походу я приплыл. Конечно сейчас обойду здесь немножко и посмотрю как дальше но сомневаюсь. Потому что там до озера метров 700 наверное. Я даже пешком не пойду. Такие заросли не хочу. Так одно препятствие есть. сейчас посмотрим что там дальше. Приходится одной рукой камеру держать а второй работать веслом чтобы показать вам что здесь происходит у меня. По идее рыба должна быть потому что вот я по этой протоке иду она соединяется с ладогой вот опять бобровый выход к воде не ребят не пойду дальше надо протаскиваться дальше не хочу поеду назад лучше в этой заводе покидаю спиннинг выхожу из протоки вот такая тут красота я конечно оптимист но я думаю здесь рыбы нет очень мелко то есть подо мной чуть меньше метра наверное обычно в такие заводы если заплываешь рыба видна та же мелочь вот даже я по траве когда шел да вот всегда видно что рыба уходит боится там или всплески какие-то появляются а здесь просто все мертво ну попробуем покидать выбора у нас нет ну вот я даже еще не успел ни одного заброса сделать как тут же у меня казус произошел небольшой вот отломился кончик спиннинга причем это не сейчас произошло это произошло видимо давным-давно когда я последний раз ловил на этот спиннинг это было на северном тимане в прошлом году вот и ну что ж придется укоротить спиннинг с выводами я немного поспешил что здесь рыбы нет буквально здесь щука сейчас хороший сплеск был но далеко далеко в траве куда не кинуть естественно я сейчас пройду в траву выгоню все что есть щищницу на плес а потом буду бомбить плес вот попробуем так сделать заодно посмотрим есть ли кто в траве вы это еще или нет к сожалению ничего не поймал тут хотя щука есть опять в траве я слышал ее охоту поэтому мы пойдем чуть-чуть дальше то место где я вчера проходил посмотрим там около километра идти отсюда примерно до сих пор Короче, в этой заводе я ничего не поймал. Но здесь очень шумно, здесь постоянно лодки ходят туда-сюда. А в засушливое лето эта протока пересыхает. И только проводку можно делать. Я-то без проблем пройду, а вот лодки, катера, я думаю, стрянут здесь. До стоянки мне осталось метров пятьсот. Надо быстрее успеть, потому что сзади идет большая туча. Ну и хватит пока что, потому что около костра у меня много дровухутров уже. Это наружек. Короче, я не удержался. Я опять варю грибы, но на этот раз с макарошками. Потому что грех не пользоваться. Но удивление, подберезовики, самые чистые грибы оказались здесь. В отличие от белых, это подосиновиков. Вот, удивительно, конечно. Обычно подберезовики всегда червивые, а тут как-то беленькие-беленькие, красивые. Уже начинает темнеть потихоньку. У меня все готово. Сейчас поедим чаю, попьем. Ну и погуляем еще часик есть, наверное, по-острому просто. Обалденно. Я еще соус туда добавил. Получился даже не суп, а просто макароны с грибами и соусом. Отлично. Между тем, наступил новый день. Вот такой вот у меня вид открывается. Недалеко от моей стоянки. Здесь поклонный крест находится. На удивление, сегодня Ладога тихая. Поэтому мы сегодня выглянем маршрут. И если я выходил вот здесь вот позавчера, то в обратную сторону я пойду чуть дальше. Туда вот порядка двадцатки надо пройти сегодня за пять часов. По такой воде, думаю, пройду без проблем. Днем ко мне на стоянку подошла пара на байдарке. Совершенно случайно удалось заснять. Как при посадке в байдарку, капитан судно чуть не лишил матроса зрения, зацепившись за бейсболку приманкой, судя по всему, воблером. Никогда так не поступайте. Всегда выбирайте приманки, когда садитесь в байдарку. Ну что ж, третий день моего путешествия водного. Только что ко мне у меня были гости, туристы-водники. И пришли они с пляжа Баунти. Это недалеко от того места, где я стоял вчера. Они тоже хотели попасть на Пуцаре. Но, к сожалению, вчерашняя непогода. Страшные волны были, они в итоге не пошли. Так что я правильно сделал, что вчера не пошел туда, а остался здесь. Стоянка отличная. Ну что ж, пить чай и гнать дальше. Кстати, ребят, я вам сейчас покажу одни грибы. Ну и, если кто знает, как они называются, напишите, пожалуйста, в комментариях. Только не надо писать, что это поганки. Вот такие вот. Так, сейчас я так вот сделаю. Что это за гриб, интересно, такой? Мы собираем самые популярные. Порядка 400 видов грибов являются съедобными. Ну, условно съедобными. Их здесь достаточно много растет. Вот здесь их очень много даже. Вот этих вот маленьких непонятных грибов. Понятно, что их есть не буду, но так, интересно просто на будущее. Я не просто так спросил по поводу грибов. Потому что мы всегда собираем самые популярные. И это правильно. Лучше всегда перестраховаться и не брать тот гриб, в котором ты не уверен. Но несколько лет назад я начал собирать и такие, мимо которых большинство грибников проходит мимо. Думаю, что это поганки. А это съедобные, либо условно съедобные грибочки. И, возможно, уже в этом сезоне они разнообразят мое походное меню. Погода. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто сказка. Сейчас мы выходим направо через километр. И пойдем вдоль береговой линии. Вот какие-то остатки причала, видимо. На моем острове, где я был. Сейчас захожу в очень красивый каньон. Я здесь обязательно полетаю на коптере. Виды, конечно, будут космические здесь. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Конечно, с воды это не так впечатляюще, как с воздуха с коптера. Но, тем не менее. Субтитры подогнал «Симон». Вот этот участок от острова на горизонте до этого места я прошел за 10 минут. Ну, это при идеальной Ладоге практически. Ну что, пора остановку делать на обед. Вот на таком вот пляже. Вот такое вот место. Это, судя по всему, баня. Ну, радуюсь, что частота, кругом люди после себя ничего не оставляют. О, даже есть мячик и баскетбольное кольцо. Вон там вот человек на катамароне. Сейчас я приближу. Он идет на веслах. Я его еще километров пять назад где-то примерно встретил. У него, видимо, мотор сломался. Ну, бодренько идет достаточно. Тише едешь, дальше будешь. Ну что, пора обедать. Ну вот, победал я. Сейчас пью чай и иду дальше. Время четвертый час до пяти. Мне надо дойти в поселок. Вот. И собираться, чтобы в шесть оттуда уехать уже на такси, на станцию. А оттуда через час уже домой. Помните, на одной из стоянок я вам показывал, какие бывают, не хочу ругаться матом, идиоты, которые на каждой стоянке делают вот такое. Пытаются зачем-то срубить дерево. Естественно, это не получается у них никогда сделать такое большое. То есть, вот то же самое. Следы топора. Аналогичные на этом тоже. Идиоты. Так, чаю попили. И пора двигать дальше, в сторону дома уже. Отлично получился водный поход. Дождя не было, за исключением одного утра. Это, конечно, меня очень удивило, потому что, по прогнозу, дождей вообще не было. И утром, бам, пошел, лодку я оставил вот так вот с открытой декой. Пришлось вылезать, закрывать. Ну, небольшой прошел на час, но, тем не менее, был дождь. Так что, спасибо, Ладога. Увидимся. В следующий раз с тобой обязательно еще в этом году. Ну, и, как всегда, лайки, колокольчики, подписка. И увидите, потом увидите, что я вам покажу в следующей части. Не факт, что это будет отсюда. Возможно, скорее всего, это будет Вокса. После Вокса посмотрю по погоде. Либо сюда ехать, либо на сплав на речку какую-нибудь. Все, пока. Не переключайтесь. Спасибо.